Тема нашего вебинара – «Управленческий учет в ERP». Наша основная задача – ознакомиться с управленческим учетом. Мы должны с вами разобрать несколько тем. Вы с ними уже, наверное, должны были ознакомиться, прежде чем мы приступим к вебинару. Поэтому я их все перечислять не буду, мы их пройдем все по порядку. Итак, целью нашего управленческого учета любого предприятия – это является своевременное обеспечение руководителя, менеджера и любых ключевых сотрудников релевантной, полной и структурированной информации, которая необходима для принятия управленческих решений. Целью максимально получения возможной прибыли при оптимальных среде минимум затрат. Деятельность всех структур и отделов и каждого сотрудника, в частности, прямо или косвенно влияет на достижение этой цели. Основой управленческого учета является принятие бизнес-решений, основанных на реальных показателях, цифрах и фактах. Главная цель управленческого учета – это своевременное обеспечение руководителя, менеджеров и ключевых сотрудников, соответственно, своевременной реальной информацией для принятия управленческих решений. Также нашей целью является предоставление информации менеджерам для решения ряда задач. Самая главная задача – это формирование достоверной полной информации о внутрехозяйственных процессах и результата деятельности и предоставления этой информации руководству предприятия путем составления внутренней управленческой отчетности. Финансовый результат представляет собой прирост либо уменьшение стоимости собственного капитала предприятия, образовавшегося в процессе его деятельности в отчетном периоде. Программа, обеспечивая формирование финансовых результатов деятельности предприятия, предоставляет инструменты для их анализа, автоматизируя следующие задачи. Это учет прочих доходов и расходов, формирование финансового результата по направлениям деятельности, формирование общего и обособленных финансовых результатов. Основы управленческого учета были еще заложены в 15 веке до нашей эры. Тогда уже вставали вопросы экономии и оптимизации расходов. Что же такое управленческий учет? Изначально управленческий учет это часть бухгалтерского учета, которая направлена на контроль информации, касающейся руководителей. В процессе развития компании бухгалтерской информации становится недостаточно для принятия управленческих решений и развития в том числе бизнес-процессов в компаниях и предприятиях. Введение управленческого учета позволяет вставить и достигать цели вашего бизнеса, видеть каких реальных результатов достигла компания, прогнозировать прибыль компании, предотвращать кассовые разрывы, планировать платежи, находить точки роста компании, детализировать прибыль и убытки. И узнать за счет чего можно сэкономить деньги. Экономить время на получение финансовых данных в любых разрезах благодаря автоматизации. Получать удобную и понятную бизнес-отчетность в режиме реального времени. Соответственно, кто у нас ведет управленческий учет? На предприятиях малого бизнеса это чаще всего руководители, собственники компании. На сегменте среднего рынка бизнеса это бухгалтеры, либо специалист по управленческому учету, экономисты. Что же крупного бизнеса? Это, соответственно, целые отделы, работа которых отвечает либо финансовый менеджер, либо финансовый директор. Что же включает в себя управленческий учет? Он включает управление прибылью и убытками, управление денежными потоками, управление директорской и кредиторской задолженностью, управление товарными запасами и ассортиментом, управление проектами, управление персоналом и управление вопросами развития. Итак, в чем же отличие от бухгалтерского учета? В качестве главного отличия управленческого учета от бухгалтерского можно обозначить в их цели. Цель бухгалтерского учета заключается в фиксации и обработке фактов хозяйственной деятельности для обеспечения финансового контроля организации. Целью управленческого учета является в большей степени оперативный анализ, позволяющий планировать деятельность предприятия. В следствии различия целей и задач возникают следующие отличия. Управленческого учета является руководящий состав организации, потребителем бухгалтерской отчетности являются не только руководители, но и налоговые органы, аудиторы и другие проверяющие, контролирующие органы. Методы ведения учета. При ведении бухгалтерского учета ответственные сотрудники руководствуются действующими стандартными положениями по бухгалтерскому учету, информация о которых четко регламентирована. Получение управленческих данных в организации может осуществляться внутренними распорядками, указами по организации, которые определяются руководителями. Таким образом, в бухгалтерском учете любая плата труда сотрудника будет относиться на определенный счет, а в управленке может разделяться по отделам, группам и другим критериям. Таким образом, можно сделать соответствующие выводы, что управленческий учет более детализированный, в отличие от бухгалтерского учета. Отличие в отчетности. Бухгалтерский учет предполагает строгую форму отчетности, управленческий учет специальный форму отчетности, разработанными вводящим составом. Сроки периодичности. Бухгалтерская отчетность формируется, предоставляется к срокам, установленным нормативными документами. А управленческие отчеты, соответственно, периодичность и сроки ее определяются, опять же, в организации, конкретной, соответствующей руководящим составом. Обязательность предоставления информации. Бухгалтерская отчетность. Отчетность должна быть предоставлена обязательно в соответствующие органы и в соответствующие сроки. То отчетность и данные по управленческому учету, ее предоставление информации регулируются внутренними положениями в организации. Точность информации. В бухгалтерском учете требуют гарантии получения максимально точной информации, полученной по результатам уже совершенной деятельности. А управленческие отчеты выпускают приблизительные данные, достаточные для принятия решений управленческих. И если вы посмотрите на слайд, тут у нас представлена картинка, которую можно посмотреть. Вы наблюдаете, соответственно, зависимость и расположение учетов от его места в организации, его влияния. И как видно, что управленческий учет, он включает все другие учеты. Он является неким главенствующим учетом над всеми другими в организации. То есть он занимает самое главное место. Так как от принятия управленческих учетов, как мы уже говорили, исходя из цели и задач, влияет развитие организации и бизнеса в целом на предприятию. Итак, первое, что мы с вами еще рассмотрим, это учет прочих расходов. В течение отчетного периода в оперативном учете фиксируются расходы, относящиеся непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия. Документы о возникновении, в которых фиксируются эти расходы, в которых фиксируются эти расходы, является приобретение товаров и услуг в ЕРПИ. Мы говорим с вами, напоминаю, про ЕРПИ. В бухгалтерии предприятия эти документы немного отличаются от документов ЕРПИ, и, соответственно, не только названиями, но и структурой документа. Итак, документы возникновения, в которых отражаются прочие расходы, это приобретение товаров и услуг, еще раз повторюсь, приобретение услуг и прочих активов, внутреннее потребление товаров, с видов хозяйственных операций, списания на расходы. Если говорить про бухгалтерии предприятия, то это документ требования накладная. Только в данном случае в ЕРПИ этот документ содержит больше информации, чем в бухгалтерии, больше аналитических каких-то показателей. Это также документы о амортизации и износе основных средств, отражение зародной платы в финансовом учете и другие документы. Распределяются между направлением деятельности прочие расходы по следующим способам распределения. Это пропорционально доходам, пропорционально расходам, пропорционально валовой прибыли, пропорционально коэффициентам. Так, сейчас я вам... Эти способы распределения, соответственно, вы можете найти... Вы можете их найти в правилах распределения расходов, либо в прочих расходах непосредственно, и там выбрать правила, соответственно, способы распределения. Продолжение следует... Мы еще к этому... К ERP еще с вами вернемся чуть позже. Еще немножко про прочие расходы. Стоимость таких затрат в регламентальном учете отражается в составе расходов на продажу, прочих расходов, формировании финансового результата. Настройка счетов учета выполняется для... Соответственно, в карточках элемента списка статьи расходов и в обработке. Регламентирован учет отражения в документах в регу учете настройщита учетов. Сейчас я покажу... Путь... Отражение документов в регу учете... Настройщита учета, соответственно. Здесь вы в соответствии со статьей настраиваете либо 91, соответственно, 0,2, там 0,1. И, соответственно, указываете параметры. В рабочем месте НСИИ администрировано начальное заполнение документов ввода начальных остатков. Предусмотрен ввод начальных остатков по финансовым результатам за прошлый период. Соответственно, здесь вы можете создать документы ввода начальных данных по расходам... по остаткам расходов в прошлых периодах. Здесь вы, соответственно, указываете период направления деятельности статью расходов. В документе ввода начальных остатков отражаются обороты доходов и расходов по регистру финансовых результатов сформированы в отчетном периоде до даты начала образования информационной системы. Несенная информация используется при формировании управленческих отчетов в бухгалтерском налоговом учете не отражается. Следующий момент, который мы с вами должны упомянуть, это отражение амортизации в управленческом учете. Параллельно отражение расходов, отнесенных на необоротные активы, на счета бухгалтерского учета и международного финансового учета происходит регистрация их суммы в целях управленческого учета, регистре и прочие расходы. Предусмотрена возможность документального движения прочих активов и бассивов исключительно в рамках управленческого учета переквалифицировать эти затраты прочие активы или постатейные расходы с любым из вариантов распределения списаний. Возможно автоматическое погашение накопленной стоимости необоротного актива в управленческом учете согласно правилам амортизации бухгалтерского или международного учета. Функциональные опции позволяют настроить вариант погашения в управленческом учете суммы расходов на необоротные активы. Либо это по данным международного учета. Так, секундочку, я вам сейчас покажу. Путь, где это вы можете настроить. Соответственно, в НСИИ и администрирование. Настройка НСИИ разделов необоротные активы. При учете, что у нас в организации ведется учет необоротных активов. Соответственно, учет необоротных активов в управленческом учете отражается либо по стандартам международного учета, либо по стандартам регламентированного учета. По стандартам международного учета амортизация начисляется с даты документа, изменение параметров влияет на начисление амортизации с даты документа. По стандартам рекламентированного учета, амортизация начисляется в следующий месяц. Изменение параметров влияет на начисление амортизации со следующего месяца. Погашение стоимости происходит отдельно по каждой строке, зафиксированных в регистрах управленческого учета расходов. В случае отключения указанной опции, накопленные в управленческом учете затраты по необоротным активам, подлежат вручному распределению документами движения прочих активов и пассивов. В управленческом учете поддерживается комбинированный способ погашения затрат по необоротным активам. Часть суммы может быть переквалифицирована на другой вид расходов вручную, а оставшаяся часть затрат будет погашаться пропорциональной суммой начисленной амортизацией, согласно выбранному с помощью функциональных функций. Такой способ не требует дополнительной настройки и применяется автоматически по факту создания документов движения прочих активов и пассивов. Следующий момент, который мы с вами пройдемся, это учет выручки. Выручка признается стоимость реализованных товаров в работе и услуг ценных продаж. Эти данные автоматически регистрируются в системе при оформлении соответствующих первичных документов реализации. Выручка наовременно учитывается в трех суммовых показателях. Валюте управленческого учета с НДС, валюте управленческого учета без НДС и валюте регламентированного учета без НДС. Учет выручки от продаж ведется со следующей дизитализацией. Это организация, подразделение, по которому отражены продажи, партнер, контрагент, заказ клиента, склад, номенклатура, характеристика, серия, тип запасов собственных товаров, комиссионных товаров. Для просмотра результатов продаж товаров, не оказанных клиентам услуг, предназначен отчет. Финансовые результаты находятся по следующему пути. Финансовые результаты контроля, отчеты по финансовому результату, доходы и расходы, финансовый результат и баловый прибыль предприятий с различными вариантами настройки. Сейчас я вам этот путь продемонстрирую. Финансовые результаты контроля, отчеты по финансовому результату, доходы и расходы. Доходы и расходы, финансовый результат у нас раздел. Валовая прибыль предприятия. Валовая прибыль предприятия. Доходы и расходы, соответственно, валовая прибыль предприятия. В зависимости от настроек, соответственно, вы здесь можете... Так, секунду, период. Сейчас период укажу. Год. Ну, у меня тут... Год. Надо другой. Год, год. 16-18, допустим. Ну, вот, соответственно, здесь вы видите по подразделениям прибыль, соответственно, сколько выручки произошло по каждому подразделению, соответственно, вы видите себестоимость товара. То есть, это стоимость закупки и дополнительные расходы. Доп. Расходы у нас, как известно, возникают при... Ну, либо это какие-то косвенные расходы, либо это доп. Расходы, которые включаются в стоимость закупки. Например, доставка, либо разгрузка, доставка, разгрузка, там, упаковка. Соответственно, рассчитывается валовая прибыль и рентабельность. Также вы можете здесь по менеджерам сформировать результаты, разрезить, допустим, документы, заказы клиентов и реализации. И по группам аналитического учета. Следующий момент, который мы с вами ознакомимся, это... Учет прочих доходов и расходов. Прочие доходы, это... Доходы не связаны с реализацией постановой деятельности, дивиденды, проценты по депозитам, проценты по кредитам и так далее. Прочие расходы, это возникшие в ходе хозяйственной деятельности дополнительные потери и расходы. Возможность принятия к учету прочих доходов и расходов, в том числе в валюте регламентированного учета, определяется функциональными опциями. Так... Путь... Путь... Это NCE администрирование, настройка NCE и разделов, финансовые результаты и контролинг. Раздел финансовый результат. И, соответственно, здесь мы с вами ставим галочку «Учитывать прочие доходы и расходы». То есть, учет доходов не связан с реализацией товаров и услуг, и учет прочих расходов, дополнительных расходов по товарам и расходам в будущих периодах. И также указываем, если нам необходимо учет вести прочих доходов и расходов в валюте регламентированного учета. В рабочем месте финансовые результаты и контролинг, доходы и расходы, финансовые результаты, отражение прочих доходов и расходов в рамках единого списка создаются и отражаются документы со следующими видами операций. Регистрация расходов позволяет отразить возникновение произвольных доходов по выбранной статье доходов. Списание расходов у нас оформляется, списание расходов, ранее сформированных на конкретном подразделении по указанной в документе статье расходов. Заполнение табличной части документа возможно на основе подбора по существующим остаткам в бухгалтерском учете счет списания, то есть это счет проводки по документу. Определяется по месту первичной регистрации расходов по сочетанию подразделений статья расходов. Документ сторнирования расходов позволяет сторнировать ранее зарегистрированные произвольные доходы по выбранной статье. Расходы торнирования доходов позволяют торнировать ранее зарегистрированные произвольные доходы по выбранной статье. Реклассификация расходов – это документ, который позволяет изменить параметры первичной регистрации расходов без ограничения по отражению расходов на статье с единственным вариантом распределения. Реклассификация доходов позволяет изменить первичные параметры возникновения дохода. Демонстрацию. Итак, путь. Соответственно, финансовые результаты контролинг. Это раздел доходы и расходы финансовый результат. Отражение прочих доходов и расходов. И, соответственно, здесь вы можете создать те операции, которые мы с вами, вернее, те документы, которые только что мы с вами проговорили. При регистрации с любым из перечисленных видов операции сумма управлеческо-бухарского налогового учета не обязательна к заполнению. Это позволяет отразить движение только по одному из направлений учета. Например, документ может быть использован для корректировки амортизации внеоборотных активов, до начисления или снижения накопленной суммы амортизации. В табличной части документа отражения прочих доходов и расходов предусмотрена возможность ручного редактирования сумм налогового учета и соответствующих им значений постоянных разниц. Значения временных разниц вычисляются автоматически. Основание общего принципа поддержания разницы. Угарский учет, правильный налоговый учет плюс постоянные разницы плюс временные разницы. Анализ доходов и расходов предприятия выполняется отчетом дохода и расхода предприятия, который вы можете найти соответственно по следующему пути. Финансовые результаты и контроли отчеты по финансовому результату доходы и расходы. Если мы с вами возьмем, допустим, опять же, 2016-2017 год, чтобы у нас какие-то были результаты, и посмотрим, можем смотреть с вами форму. Вы, соответственно, можете настроить в соответствии с вашими потребностями и сохранить варианты. Вариантов может быть неограниченное количество, в зависимости от того, какие условия и кому какие показатели необходимо проанализировать. В каком формате удобнее работать. Соответственно, простое, минимальное количество настроек в расширенном. Вы можете, соответственно, здесь гораздо больше показателей, и здесь вы, соответственно, можете настроить любые ваши настройки с возможностями программного продукта. Как вы видите, соответственно, вот, например, в данном случае у нас доходы и расходы предприятия в валюте доллары, потому что у нас настроен управленческий учет в валюте в долларах. Ну, и, соответственно, здесь мы с вами видим продажи, себестоимость и выручка, и далее расшифровка по статьям, прочие доходы и расходы. В соответствии с каждым месяцем у нас либо этот доход, либо расход. Расход у нас, как и знаете, в буковском балансе отражается в скобочках, не со знакомыми, а в скобочках. Данный отчет предусмотрен различными вариантами. Да, как я уже сказала, с настройкой желаемых вами детализации по объектам отнесения расходов. Следующий момент, который мы с вами проговорим, да, демонстрацию я только что с вами показала, это финансовый результат по направлениям деятельности. Предусмотрено раздельное формирование финансового результата предприятий при помощи отнесения доходов затрат, денежных средств и необоротных активов по направлениям деятельности. Использование направления деятельности определяется следующей функциональной опцией. Это НСИИ и администрирование. Сейчас я вам путь покажу. Настройка НСИИ и разделов. Финансовый результат и контролинг. Финансовый результат. Финансовый результат по направлению деятельности. Существует два направления по ведению учета по направлению деятельности. Это получение финансового результата в управленческом учете через способы распределения в документах направления не указывается. И полноценно обособленный учет по направлению деятельности. В документах есть поле направления деятельности. Способ учета по направлению деятельности через способы распределения. Непосредственно распределение выручки и себестоимости для основных видов деятельности по направлению деятельности производится документами расчет себестоимости, согласно заданным параметрам настройки, финансовый результат и контролинг, смотреть также настройки распределения продаж по направлению деятельности. Так же есть способы распределения доходов по направлению деятельности. С левой стороны у нас указывается наименование, и с правой стороны указывается правило распределения. Можно задать несколько настройок распределения с отбором по организации подразделений, номенкатуре или партнеры. При одновременном использовании нескольких отборов прийти от получи тот, где заполнен партнер, затем подразделение, потом номенкатура и в конце организации. Способы распределения доходов по направлению деятельности задаются в списке финансового результаты контроля, также и, соответственно, способы распределения доходов по направлению деятельности. Только что я вам продемонстрировала. Распределение может выполняться пропорционально доходам, расходам валовой прибыли и установленным вручную коэффициентом. Правила распределения расходов по направлению деятельности создаются в списке правила распределения и показателей, доступны при выборе варианта распределения расходов на финансовый результат в карточке элемента списка, статьи расходов. Распределение может выполняться пропорционально выручке, продаж себестоимости, продаж валовой прибыли или прямым производственным расходам. Для распределения прочих доходов по направлению деятельности используется документ распределения доходов. Способ распределения подставляется из настроек каждой статьи, но его можно изменить вручную. Если в текущем месяце выполнить распределение по указанному способу невозможно, эти расходы будут предложены к распределению в следующем отчетном периоде. Для распределения расходов по направлению деятельности используется документ распределения расходов. Для оценки и анализа финансового результата по направлению деятельности применяется отчет «Финансовые результаты», который у нас, соответственно, находится по пути. Вот здесь у нас на складе он показан, ну и, соответственно, мы его сейчас с вами найдем в ERP. Это «Финансовые результаты» и «Контролинг», «Отчеты по финансовому результату», «Доходы и расходы финансовый результат», «Финансовые результаты». Соответственно, здесь вы настройки, опять же, можете редактировать в соответствии с вашими потребностями, либо по кнопочке «Настройки», либо через еще «Настройки», либо «Изменить форму». Ну и, соответственно, здесь вы увидите, представленные перед вашим вниманием статьи доходов и расходов, ну и, соответственно, группы номенклатурные и СОВР по разрезе статей. Обособленный учет по направлению деятельности. Предусмотрен вариант получения расширенных возможностей аналитического учета по направлению деятельности. Для этого, соответственно, в разделе «Финансовые результаты» и «Контролинг» смотреть также направление деятельности, необходимо настроить объекты аналитического учета по каждому из направлений. Также вот и направление деятельности. Основная задача, нарушаемая при помощи раздельного учета по направлению деятельности, является по объекту учет затрат. Учет затрат по установленным нормативным документам экономическим элементам, статьям, приказ Минпромэнерго Российской Федерации 2006 года за номером 200. Раздельный учет результата финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту. Федеральный закон 275. Это особенно важно для тех, кто работает по госконтрактам. Поддержка целевого финансирования по БУ-13-2000. И управленческий учет по направлению деятельности проекта учет. Объектом инвентарического учета является учет доходов и учет затрат. В первом случае осуществляется отнесение выручки и расчеты с клиентами на направлении деятельности. Во втором производится расчеты с поставщиками обособления запасов и отнесения расходов. При включенном в учете затрат становится доступна опция учет денежных затрат. Это раздельный по направлению деятельности учет денежных средств использования двух режимов. Под направлением уделяются отдельные кассы и банковские счета. И второе это остатки денежных средств определяется по корреспонденции приходов и расходов этого направления. Данный способ удобен для организаций, которые явно не могут разделить расчеты счета и кассы. При косвенном введении денежных средств доступен документ финансового результата контроля дохода финансового результата. Вот вывод денежных средств по направлению, который позволяет перемещать выделенные средства между направлениями без их физического движения по расчетным счетам и кассам. Для фиксации факта вложения и вывода средств по направлению действия в отчет. Следующий раздел, который нам доступен, это учет необоротных активов. Определяется аналитический учет по направлению деятельности в разрезе основных средств и нематериальных активов. Сбор затрат на формирование стоимости активов и ведение счетов учета, а также амортизация в разрезе направлений деятельности. И обособление товаров и работ. Сверхпотребности определяет режим обособления потолкающий, то есть по направлению в целом или тянущий по заказной схеме. Соответственно по направлению требуется предварительно включение функциональной опции, которая у нас соответствовала по следующему пути. НСИИ-администрирование, настройки НСИИ и разделов, учет товаров, финансовые результаты контроллинг, учет товаров, обособленный учет себестоимости товаров, по назначениям, НСИИ-администрирование, склады, доставка, обеспечение потребности, обособленное обеспечение заказа. Чем удобно в ERP, в настройках вы соответственно есть комментарии, что это означает, если вдруг забудете что-то. Данные настройки могут применяться по каждому направлению деятельности, независимо, то есть одновременно могут использоваться направления с разными комбинациями настроек. То есть одновременно могут использоваться направления с разными комбинациями настроек. Причем, если хотя бы у одного направления деятельности в статусе используется включена какая-либо настройка, например, учет доходов, то в документах, формируемых выручку, заказ клиента, реализация товаров и услуг становится доступным в соответствующее поле с возможностью выбора из списка. Используем их в направлении тех, для которых включен режим учета доходов. Аналогично также включается, если включена настройка учет затрат, то в документах приобретения товаров и услуг будут доступны те направления деятельности, для которых включен учет затрат. Ну, соответственно, вот если мы с вами откроем документы продажи, ну, какую-нибудь реализацию. На вкладке «Дополнительно» вы видите, соответственно, направление деятельности. Но, напомню, как я только что сказала, доступны только те направления, в которых стоит галочка включена учет доходов. То же самое и касается приобретения товаров и услуг. Также для направления деятельности, у которых установлен реквизит учет затрат, реализован обособленный учет затрат и расчет себестоимости выпускаемой продукции. Направления деятельности могут использоваться для ведения раздельного учета по контракту ГОС. Для этого, соответственно, у нас должен быть включена контракт ГОС и параметры контракта. Соответственно, здесь вы заполняете всю информацию по ГОС-контракту. Для цели управленческого учета проектного учета, когда одной аналитики для разделения недостаточно, рекомендуется использовать справочник направления деятельности в качестве собирательной аналитики. К направлению деятельности, соответственно, можно добавить различные аналитики в качестве дополнительного реквизита, например, проект, менеджер и так далее. Регистрация по статейных расходах по направлению деятельности имеет ряд особенностей. Можно направление деятельности указывать индивидуально для каждого вида строки по статейных расходах, оформленные документами приобретения товаров и прочих активов, дорожение прочих доходов и расходов, движение прочих активов, пассив, авансовый учет, расходный и приходный кассовый ордер, списание и, соответственно, поступление безналичных денежных средств для операций с видом прочих расходов и прочих поступлений. Если у вас будут вопросы, то мы это потом быстрее, потому что у нас уже времени, как говорится, поджимает. У нас всего до 12 часов. Поэтому мы вкратце так уже. Расчеты по направлению деятельности. В прикладном решении ведется учет расчетов по каждому из направлений деятельности. Отслеживаются цепочки расчетов, начиная от планирования закупок до отгрузки клиентов. По каждому направлению деятельности осуществляется отдельный учет по доходам и затратам с возможностью дальнейшей оценки прибыли с титовой или иного направления деятельности. Для, соответственно, введения расчетов по направлению деятельности, необходимо определить объект аналитического учета, по которому будут ввестись расчеты. Сделяется перечень направлений деятельности. При установке флажка «Учет доходов» введение расчетов по направлению деятельности будет доступна для следующих объектов. Соответственно, вы здесь демонстрация можете увидеть. Договор, соглашение, заказ клиента, реализация, заявка, возврат, выкуп возвратный. Да, доходы не все перечислила, пропустила. Ну, соответственно, здесь, так же, как и в учете затрат, будет договор с контрагентом, соглашение, заказ клиента, документы реализации, возврат товаров от клиента, ну и все документы, которые здесь перечислены. При соглашениях об условиях продаж и в соглашениях условиях закупок можно указать направление деятельности, которое будет по умолчанию заполняться во всех документах, оформленных в рамках соглашения. Если в документе, например, изменить направление деятельности, то, соответственно, изменится и соглашение, которое привязано к этому направлению деятельности. В документах, участвующих в расчетах и не являющихся объектами расчетов, направление деятельности заполняется из расшифровки платежа или табличной части документа. Ну, к таким документам, соответственно, вы видите на экране. Это взаимозатчет задолженности, списание, заявки, операция по платежной карте, поступление и т.д. При вводе начальных остатков по расчетам направление деятельности заполняется из объекта расчетов, если он указан в документе. Учет по направлению деятельности также реализован и при оформлении операции передачи товаров между организациями. В документах, которыми оформляется операция передачи товаров между организациями. Можно выбрать любое из направлений деятельности, как в части дохода, так и в части затрата. При этом расчеты и выручка будут корректно учтены в разрезе направлений деятельности, как у продавца, так и у покупателя. Так, у нас три раздела и осталось 10 минут. А нам еще надо с вами вопросы. Анастасия, можем мы немного задержаться или нет? Напиши, пожалуйста, в чате. Анастасия, напиши, пожалуйста, в чате. Можно, если что, на 10-15 минут задержаться по вебинару? Ага, можно. Хорошо. До 30 минут. Хорошо. Ну, так, думаю, успеем. Потому что мы все бегом-бегом с вами. Итак, учет НДС по направлению деятельности. Привключены функциональные опции. Соответственно, вот вы видите НСИИ администрирование, настройка НСИИ раздела, финансовые результаты контроля, финансовые результаты, финансовые результаты по направлению деятельности. В информационной базе поддерживается учет по направлению деятельности входящей НДС и НДС полученных и выданных авансов. Выбор направления деятельности доступен для следующих документов. Это счет фактура полученный налоговый агент, счет фактура налогового агента, счет фактура выданный аванс, счет фактура полученный аванс и записи книги продаж, записи книги покупок и списание НДС на расходы. Учет по направлению деятельности организован в регистрах оперативного учета НДС и насчитает бухгалтерского учета. 19 НДС по приобретенным ценностям 76 ВА, НДС по авансам и предоплатам 76 ВА, НДС по авансам и предоплатам выданных. Обособленный учет финансовых результатов. В рамках обособленного учета себестоимости товаров по виду запасов систем позволяет формировать финансовые результаты от продажи товаров и работ обособленных по заказам, сделкам, подразделениям или менеджерам, поставщикам, группам финансового учета и товаров. Варианты обособления можно разделить на две группы. Это полное обособление и обособление себестоимости. К обособлению себестоимости относятся следующие варианты – по сделкам, по подразделениям или менеджерам и по видам запасов. Обособленный товар нельзя продать с другим значением объекта обособления. Он позволяет получить значение полного финансового результата, себестоимость, выручка, прибыль и рентабельность по каждому объекту обособления. Одновременно в первичных документах можно использовать только один из вариантов обособления. В документах движения товара предусмотрена отдельная колонка назначения, которая позволяет обособить товар под заказ. Финансовый результат по заказу можно оценить в контекстном отчете. Оценка рентабельности продажи документов, заказ клиента, либо отчета дохода и расхода предприятия. Если используется обособление по сделкам, значение сделки должно быть указано в документах движения товара. Движение обособления будет выполнено только по сделке с установленными признаками обособленного учета товара по сделке. При использовании обособления по подразделениям или менеджерам в списке структуры предприятия для каждого подразделения следует выбрать одно из значений переключателя, обособленный учет товаров. Не ведется по менеджерам или по подразделениям. Как и в случае сделки, соответственно, менеджер или подразделение указывается во всех документах, связанных с движением товара. К обособлению себестоимости относятся варианты по поставщику, доступно при использовании партийного учета версии 2.2 и методе оценки запасов FIFO скользящих, учетных политиков, созданных в версии прикладного решения. И по группе финансового учета обособленный в этих вариантах товар можно продавать как угодно, поскольку он позволяет обособить только значение себестоимости. Никакого контроля при расходах по операциям не выполняется. Обособленный вид и запас подбирается в расходные документы по FIFO. Обособление по поставщику или группе финансового учета выполняется автоматически при проведении документов закупки. Любой из этих вариантов можно использовать совместно с остальным вариантом обособления. В случае, когда необходимо изменить значение в пособлении товаров или работ, используется документ корректировки обособленного учета. Финансовый учет результатов по объектам обособления представлен в различных вариантах отчетов. Это либо валовая прибыль, либо доходы и расходы предприятия. Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета В прикладном решении реализован сценарий введения управленческого учета по правилам МСФО на плане счетов бухгалтерского учета РСБО. Применение данного способа, сценария позволяет ввести управленческий учет одновременно с регламентированным учетом без настройки дополнительной трансляции данных. Ввести управленческий учет на счетах РСБО в валюте отличный от регламентированного учета. И использовать стандартные бухгалтерские отчеты для цели управленческого учета. Где это настраивается? Соответственно, это НСИИ-администрирование. Так, секунду. НСИИ-администрирование, настройка НСИИ и разделов. Рекламентированный учет. Отражение операции. И, соответственно, здесь управленческий учет на плане счетов рекламентированного учета. То есть, отражение действительной цели управленческого учета на едином плане счетов рекламентированного учета. И учет валюте управленческой финансовой отчетности. То есть, отражение операции в дополнительной валюте управленческой финансовой отчетности. В период применения плана счетов РСБУ для цели управленческого учета определяется значение переключать и отражать в оценке управленческого учета. Если для указанного параметра определено значение хозяйственной операции, начиная с даты, то формируются документы ввода остатков месяца, предшествующему началу отражения операции в управленческом учете на счетах РСБУ. Для формирования остатков по управленческому учету на счетах плана счетов РСБУ для партнеров, для параметра ввода начальных остатков, соответственно, есть соответствующий документ ввода начальных остатков и путь. Для него это все администрирование, начальное заполнение и документы ввода начальных остатков. Продолжение следует... Ну и, соответственно, здесь вы видите, что у нас есть ввод остатков по оперативному учету себестоимость, указательский налоговый учет и управленческий учет на едином плане счетов. Документы ввода остатков также доступны по одноименному гиперссылке в разделе. НСИИ администрирование, настройки НСИИ и разделов, иргументированный учет. Остатки по управленческому учету, по считам, на которых идет оперативный учет, формируются автоматически. По кнопке «Сформировать остатки» в разделе НСИИ администрирование, настройки НСИИ-разделов, иргументированный учет. По остальным счетам оставки для управленческого учета вносятся документы операции «Регламентированный учет». Возможность соответственного формирования управленческой финансовой отчетности в валюте, отличной от валюты «Регламентированного учета», как я уже показывала, настраивается в НСИИ «Администрирование» настройка НСИИ разделов и учет валюте в управленческой финансовой отчетности. При использовании данной функциональной опции сумма валюты в управленческой финансовой отчетности определяется путем пересчета бугарской или управленческой суммы операции по курсу валюты. Валюта финансовой отчетности задается по следующим параметрам. В НСИИ «Администрирование» настройка НСИИ разделов рекламентирован учет валюты управленческой финансовой отчетности. Здесь вы указываете валюту управленческой финансовой отчетности. Источник суммы операции, подлежащей пересчету, указывается в параметре «Источник суммы для пересчета». Переоценка суммы валюты в управленческой финансовой отчетности выполняется в рамках процедуры закрытия месяца. Финансовые результаты контроля к закрытию месяца к закрытию месяца. Использование валюты финансовой отчетности позволяет получать отчетность в требуемой валюте по данной рекламентированной отчетности, как оценка финансовых результатов в нужной валюте по данным бугарского учета. И получать отчетность в валюте предоставления по данным управленческого учета, как аналог валюты предоставления стандартов МСФО. В карточке счета планов счетов СБУ указывается реквизит, определяющий порядок переоценки. Для всех счетов доступно управление признаком валюты. Необходимость переоценки счета определяется отдельно для бугарского и управленческого учета. Переоценка валюты финансовой отчетности не настраивается, не переоцениваются все счета от базы бугарского или управленческого учета суммы, исходя от заданных настроек. Проводка формируется по документам наравне с суммой в валюте регламентированного учета. Показывается сумма отражения регламентированного учета и управленческого отчетности. Переоценка валюты финансовой отчетности. Переоценка валюты с сосредообританиями. Проект наоборот. Натальдик, протеоценка валюты. Переоценки валюты. Преоценка валюты, указания валюты remind них в баллых бутылках явно играет. Вот мы видим с вами сумму регламентированного учета, сумму управленческого учета от доллара и сумму финансовой отчетности в евро. Для получения данных по остаткам и оборотам отраженного в управленческом учете на счетах РСБУ расширен состав показатель стандартных бухгалтерских отчетов прикладного решения. Помимо бухгалтерского управленческого учета добавлены также данные в валюте финансовой отчетности. Вот мы с вами видим данные в валюте финансовой отчетности. При условии введения регламентированного учета и управленческого учета в одной валюте в стандартных бухгалтерских отчетах возможно сверка данных этих видов учета. При использовании плана счетов РСБУ для цели управленческого учета и учета по МСФО в рабочем месте международного учета настройка и справочники видов финансовых отчетов поддерживается формирование отчетов в валюте бухгалтерского учета, управленческого учета и в валюте управленческого финансовой отчетности. Источником данных для такой информации является регламентированный учет. И последний момент, с которым мы с вами должны познакомиться, это управленческая отчетность. Управленческий отчет исключает в себя управленческие балансы и отчеты о прибылих и убытках. Отчет управленческий баланс – это упрощенный вариант бухгалтерского баланса, позволяющий оценить финансовое положение предприятия. Он находится, соответственно, по следующему пути. Это финансовые результаты и контролинг, отчеты по финансовому результату, управленческий баланс. Отчет можно сформировать при использовании функциональных опций. НЦИ, администрирование, настройка НЦИ, разделы, финансовый результат, контролинг, финансовый результат, формирование управленческий баланс и учитывать прочие активы и пассивы. Так, и троллинг, так, финансовый результат, формировать управленческий баланс и учитывать прочие активы и пассивы. Варианты управленческого баланса. Варианты управленческого баланса. Структура отчета определяется списком статьи активов и пассивов. Национальные результаты контроля, управленческий баланс, статьи активов и пассивов. Так. Порядок отражения данных и группировка статей задается в взаимном расположении статьи в списке. Построение отчета управленческий баланс может осуществляться в следующих режимах. Выводить обороты по статьям для группировать по активам и пассивам. В случае, если ранний управленческий баланс в информационной базе не ввез, то для первоначального заполнения данных необходимо однократно запустить обработку. НСИИ администрирование, финансовые результаты контроллинг. Финансовый результат. Первоначальное заполнение активов и пассивов. Так. 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 Это я потерялась, прошу прощения. Так. Вижу. Еще раз повторюсь. Путь соответственно все администрирования, финансовые результаты контроллинг, финансовый результат переначальный заполнение активов и пассивов. А, ну понятно, у нас потому что уже ввелся, поэтому он недоступен. Для выявления в управленческом балансе некорректных данных после закрытия месяца предназначен отчет, финансовые результаты контроллинг, управленческий баланс, контроль баланса. Отчет показывает документы, нарушающие баланс. Принцип контроля основан на том, что на момент построения отчета после закрытия месяца внутри документы регистратора уже хранятся все управленческие движения по статьям активов и пассивов, обеспечивающие баланс по двойной записи. Сумма всех приходов равна сумме всех расходов. Важно отметить, что если отчет контроль баланса вызывается в качестве расшифровки по итоговой строке баланса, содержащей какую-то сумму, то отчет показывает данные за период отчета и может оказаться пустым, когда разрывы баланса были в предыдущих периодах. Отчет управленческий баланс показывает остатки нарастающему итогу на конечную дату, а все расшифровки и показ оборотов за указанный период. В этой ситуации нужно увеличить период для отчета. При использовании базы разных валют управленческой и регламентированного отчета, отчет управленческий баланс имеет ограничения, связанные с пересчетом отчета по курсам. В отчете возможны расхождения по ряду статей, что может вызвать нарушение баланса. В текущей реализации некоторые данные изначально ведутся в управленческой валюте, а считается с пересчетом из валюты операции. Подарочным сертификатом передан приняты в возвратной таре товары к оформлению в отчетах комитета. На статьях активов и пассивов данная сумма в управленческой валюте определяется пересчетом по курсам. Управленческий баланс ведется по статьям активов и пассивов по принципу двойной записи, по упрощенной и относительно обычному бухгалтерскому балансу плана счетов. В учетном модели есть ряд определенных статей активов и пассивов, которые соответствуют поставочным оперативным регистрам. То есть, соответственно, не один к один, а может сложно, в зависимости от значения реквизитов и измерений. Так, и последнее, о чем мы с вами поговорим, это управленческий отчет о прибылях и убытках. Для анализа общих финансовых результатов предназначен отчет, соответственно, в разделе «Финансовые результаты контроля» к отчетам по финансовым результатам дохода и расходу финансового результата. Это доходы и расходы предприятия, доходы и расходы организации и финансовые результаты. Отчет дохода и расходы предприятия и доходы и расходы организации позволяет проводить комплексный анализ всех доходов и расходов предприятия в разрезе статей. Отчет дохода и расходы предприятия формируется в валюте управленческого учета и отражает суммы доходов и расходов с учетом ЭДС и без внутригрупповых оборотов интеркомпании по себе стоимости. Отчет дохода и расходы организации может быть сформирован в валюте управленческого или регламентированного учета. отражает сумму доходов и расходов без НДС. И, соответственно, различия типов учета приведены в табличке на презентации. Можете ознакомиться. Данные отчеты вы можете настраивать в соответствии с вашими потребностями, либо по кнопке настройка, либо через еще настройки, либо изменить форму. Может, кто-то хочет уточнить какие-то моменты, или показать вам надо какой-то отчет. Анастасия, презентация, демонстрация участникам будет предоставлена? Запись вебинара. Анастасия. Анастасия. Что-то никто не отвлекается. Ну, раз вопросов у вас, друзья, нету, мы пробежали с вами очень кратко, так как у нас с вами очень мало времени, к сожалению, потому что это управленческий учет имеет свою специфику. Он отличает, ведение управленческого учета отличается заметно от учета, регламентированного учета, в ERP и, соответственно, имеет свои особенности. Раз вопросов нет, давайте я вам еще покажу по поводу прочих расходов. Справочник продемонстрирую сейчас. Например, статьи расходов на стройке. Ну, возьмем, допустим, по лизинкому платежу. Смотрите, любая статья либо доходов, либо расходов, она, соответственно, настраивается правило ее учета, и, соответственно, на расходах или доходах в регламентированном управленческом учете, соответственно, она настраивается в каждой статье индивидуально. Вы не обязательно в регламентированном учете и в управленческом учете правила могут совпадать. Они могут быть как различными, так и идентичными. Ну, соответственно, так как у нас тут идентичны, то у нас тут указано так же, как и в регламентированном учете. Ну, и, соответственно, данные для управленческого учета отображаются по тому же принципу, что и по регламентированному учету на счетах регламентированного учета. Вот. Аналитика, соответственно, определяет, тип аналитики определяется общий для регламентированного учета и для управленческого учета. Вопросы не появились? Нет. Анастасия, тогда раз вопросов у людей. А, вот вопрос. Так, вижу. Чем разница между управленческим и оперативным учетом? Оперативный учет это учет по данным документам. То есть, это отражение движения хозяйственных операций документарно. То есть, это отражение по заказам. Это могут быть документы заказа клиента, заказы на производство, заказы на приобретение материалов. Управленческий учет это учет для принятия управленческих решений. То есть, это по данным финансовым. То есть, это финансовые показатели в разрезе различных аналитик. Оперативный учет это именно учет по документам. То есть, отражение хозяйственных операций документарно зафиксировано в программном продукте. Вот, например, у вас есть закупка материалов. Вы, соответственно, в документах должны отразить этот заказ поставщику и на основании заказа поставщику ввести приобретение товаров и услуг. Это и есть отражение оперативным учетом. То есть, вы зафиксировали документарно в программе, но не обязательно, что вы данные по операции по этому хозяйственному движению будут отражены в управленческом учете и в регламентированном учете. Вы можете только документарно зафиксировать. Если вы документарно зафиксировали, то это как раз оперативный учет. Так. Еще вопросы есть? Эльдар Умарович, у вас есть еще вопросы? фиксация операции, а именно финансовой точки зрения. Да, совершенно верно. Вопросов нет. Анастасия, тогда мы, наверное, закончим вебинар. Мы немножко даже вышли по времени, вот полчаса мы уложились. всем спасибо за внимание, что присутствовали, было очень здорово. спасибо. 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 Продолжение следует...